Иногда наступают такие времена, когда вам надо быстро переустановить операционную систему на компьютере. Будь это Windows, будь это Linux, в обоих случаях для этого потребуется флешка, и записаны на ней образ той операционной системы, которая вам нужна. До определенной поры записать образ на переносное запоминающее устройство можно было двумя способами. С помощью простого копирования содержимого образа на флешку, предварительно отформатировав ее, либо же напрямую записывать точь-в-точь все данные образа, сохраняя за собой оригинальную структуру. Оба варианта были хороши по-своему, у каждого были свои сильные и слабые стороны, однако их всегда объединяло одно. Во время записи выбранное нами устройство, хотите ли вы того или нет, будет отформатировано. И если в первом случае после записи еще можно поместить файлы, то во втором даже сама вероятность появления записанного диска для открытия в проводнике крайне мала. И что же делать, спросите вы? И тут к нам постучали с Поднебесной. Один китайский программист, носящий гордое имя Long Panda, задумался о том, как бы ему облегчить процесс записи и запуска установочных образов операционных систем. Так и зародился концепт такой программы, как Ventoy. Ventoy — это утилита с открытым исходным кодом, которая позволяет пользователю загружать на своем компьютере большое количество форматов, начиная со всем знакомых образов компакт-дисков, заканчивая скриптами UEFI. Сырыми системными образами, виртуальными жесткими дисками и даже образами Windows для распаковки на диске. То есть ВИМ-файл. Конечно, поддержка всех этих форматов появилась не сразу. Добавлялись они по мере развития самой программы. Разработка не стоит на месте, поэтому для обеспечения совместимости с наибольшим количеством дистрибутивов и операционных систем всё тщательно тестируется как самим разработчикам, так и сообществом. Если какого-либо нужного вам дистрибутива не найдено в списке подтверждённых для запуска, но он у вас запустился и вы хотите этим поделиться? Пожалуйста! Достаточно написать в гитхаб-репозитории разработчика и он любезно публикует результаты на своем веб-сайте. Полный список всех протестированных систем и их образов вы можете найти на отдельной странице на сайте самого Ventoy. Ventoy построен на базе загрузчика Grub, что же сходу обеспечивает поддержку не только x86-ой платформы, но ещё и Titanium, ARM64 и MIPS64. Последние две, к слову, только в режиме Wi-Fi. Также, раз граб, то это значит возможность приукрасить свою флешку, заменить, к примеру, картинку, или же поставить, к слову, свою тему, коих для граб существует несоизмеримое количество. А как же работает Ventoy? Как по мне, довольно просто. Для начала вам понадобится флешка с записанным на ней Ventoy. А дальше ещё проще. Просто кидайте в корень раздела любой из образ, перезагружайтесь и вуаля! Лёгким движением руки и нажатием клавиши Enter в меню запускается загруженный вами ранее образ операционной системы. Кстати, я совсем недавно упомянул, что Ventoy понимает не только образы дисков, но ещё и виртуальные жёсткие диски. Именно эта функция меня и заинтересовала. Вместе со своим верным товарищем я сел исследовать, как и под каким соусом Ventoy сможет запустить систему из-под виртуального диска. Поэтому сегодня вы увидите результаты нашего исследования. А именно, запустится ли ОС из-под виртуального жёсткого диска с помощью Ventoy? А, ну и конечно, можно ли будет на этом работать? Ответы на эти два вопроса вы узнаете в конце видео, а вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. В качестве сегодняшних участников были приглашены два довольно популярных решения для рабочего стола. Это Windows 10 и Fedora 36. Каждая система будет в равных условиях тестироваться за исключением некоторых вещей. Хоть и заявлено, что запуск производится из-под виртуального жёсткого диска, то бишь VDD. Для каждой системы нужно выполнить ряд определённых настроек. Для Windows понадобится плагин WinVHD Boot, так как он содержит закрытые компоненты Windows Boot Manager, которые, к сожалению, поставлять вместе с самим Ventoy нельзя. На выбор есть два варианта плагина – для систем на базе Windows 7 и Windows 10. В моём случае будет задействован второй вариант. Для Fedora, как и для остальных дистрибутивов Linux, вышеупомянутый плагин не требуется, потому что здесь к этому другой подход. Чтобы запустить образ виртуального жёсткого диска с Fedora, нужно внести пару поправок в загрузчик самой системы. Да и здесь есть пара нюансов, но о них мы поговорим чуть позже. Ну, а теперь время представить нашего подопытного, ой, то есть компьютер, на котором мы будем всё это дело тестировать. Этим тестировочным компьютером будет… мой основной компьютер, то есть ноутбук Lenovo Legion 5i. Этот ноутбук был представлен в 2020 году, купил я его в начале 2021-го, о чём я даже писал пост во Вконтакте, так как я был очень рад обновке. Всё-таки на старом ноутбуке 7 лет просидел. Процессор здесь Intel Core i7 10750H на 2.6 ГГц. В плане АЗУ здесь по стандарту установлено 8 ГБ, что для меня более чем хватает. Это всё-таки не Acer с 4 ГБ АЗУ и процессором на 1.7 ГГц. В плане видеокарты здесь NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti. Опять же, для моих задач за глаза хватает. Ну и дальше всякие мелочи по типу M.2 SSD накопитель от Hunix, Wi-Fi Bluetooth адаптеров от Intel и звука Harman Kardon и Dolby. В принципе, рассказать больше толком и нечего. Так погоди, а к чему ты сейчас продемонстрировал этот компьютер? Разве там так было сложно заставить компьютер запустить Linux? Как бы это странно не звучало, но да. Запустить Linux NetMPK не так легко, как с остальными по типу. Вставил флешку, разметил диск, указал данные, потыкал пару кнопочек и готово. Тут было не очень-то легко. Сколько дистрибутивов я не перепробовал, сколько я в биосе этого ноутбука не копался и не переставлял графический режим? Ошибка была одна и та же. ACPI Error. Плюс еще к этому кривится изображение и компьютер зависает намертво. Прогулка по формам дала только два варианта. Либо это приколы самого биоса Lenovo, либо само ядро просто не подготовлено для работы на таком ПК. А отключить что-либо связанное с ACPI нельзя. В биосе такого пункта попросту не будет. Это вам не старый компьютер из начала нулевых, где была возможность отключить эту функцию. Для тех, кто не знает, что такое ACPI, то следующая минута именно для вас. Минутка просвещения. ACPI – это общий интерфейс для обнаружения аппаратного обеспечения, управления питанием, конфигурации материнской платы и устройств. Этот стандарт был выпущен в 1996 году и разработан совместно с компаниями HP, Intel, Microsoft, Phoenix и Toshiba. А мучиться с этим, знаете ли, я не особо хотел. А мучиться с этим, знаете ли, я не особо хотел. Именно поэтому на помощь пришел мой товарищ, который занялся поиском решения для этой проблемы. В итоге немного, хотя на самом деле много, покопавшись в биосе, было найдено неординарное, но все же решение. Решить проблему помогло переключение режимов работы и включение-выключение дискретной графики. И я вот одного понять не могу. Зачем Lenovo, да и не только они, так заморачиваться с ограничением запуска Linux на своих ноутбуках, когда за них уже все сделали, а? Да, Microsoft? Ну что ж, картошки почистили, самое время представить то, без чего сегодняшнее видео вообще не существовало бы. Дамы и господа, вашему вниманию, Вентон. Нет, это не совсем то, что мы искали. Однако, именно с помощью этого понятного всем интерфейса мы данную утилиту на флешку и запишем. Ну, а если говорить без каких-либо шуток, то стоило бы представить и сам загрузчик. Дамы и господа, вашему вниманию, Вентой! Вот она, рыба моей мечты. Именно с помощью данного загрузчика и можно запускать все вышеописанные форматы образов. Итак, чтобы с помощью Вентой запустить систему, установленную на виртуальном жестком диске, нам потребуется, как ни странно, сам Вентой, нужное дополнение, которое заставит Вентой понимать, как надо загрузить систему, для обеих систем дополнение разное, как уже было сказано выше. Ну и, конечно же, виртуальная машина, чтобы установить систему. Исходя из всего вышеперечисленного, вот что потребуется для каждой системы. Для Windows 10 нам понадобится сам Вентой, плагин загрузки с VHD и VirtualBox, чтобы все это чудо установить на виртуальный диск. Для Fedora нужен тот же Вентой, VirtualBox, однако плагинов никаких не нужно. Для того, чтобы запустить систему, потребуется внести пару правок в загрузчик самой Fedora. Однако, у этого есть свои подводные камни, но, как уже было сказано ранее, поговорим мы об этих камнях чуть позднее. Самое время приступать к установке. Первым делом вход пойдет Windows 10. Уверен, с этой системой большинство из вас знакомо, многие ее пользуются и, собственно, Америку я вам не открою, если расскажу какой-либо факт о данной системе, чтобы просто как-то скоротать время. В этот раз я резать записанный мной видеоряд не собираюсь, поэтому только сегодня, и только в этом видео, и только на канале Даниэля Васильевца вы сможете насладиться музыкой, пока я устанавливаю Windows. Итак, берите чаечек, печенюшки или что вы там обычно кушаете во время просмотра их видео, и вперед! Кстати, как вы уже заметили, я ставлю не оригинальную Windows 10, а, так скажем, огрызок, просто для того, чтобы показать тот факт, что с помощью Ventui можно запустить полноценную сжатую систему, не прибегая к использованию чайных средств и форматированию физических дисков. Итак, мы на рабочем столе. К сожалению, так как эта сборка стремится быть малой по размерам, то, соответственно, с самого запуска здесь сжимаются все найденные на данном диске файлы. Мы никуда не торопимся, поэтому подождем еще немного, пока все эти файлы сбросят лишний вес. После того, как место в системе стало только 8 гигабайт, а это, поверьте, очень много, надо что-нибудь доставить здесь. Ну, это мы мигом. Итак, с настройкой окончено. На время отложим Windows, и во у нас еще впереди настройка нашего второго участника. Ну что ж, теперь черед Федоры. После того, как я попробовал данный дистрибутив, пересев с Debian, для меня это как глоток свежего воздуха. Интересный факт. Данный дистрибутив теперь является моим основным, если надо записать какой-то контент на Linux. До того, как эксперимент начался, выбор стоял перед такими дистрибутивами, как Arch, Debian, Fedora или та же Ubuntu. Но Arch мне не очень понравился, хотя ставить я его умею. Debian уже как-то не прикольно, а Ubuntu... ну, вы сами поняли. Кстати, забавная история. Когда я ставил систему в первый раз, используя тот же самый установочный образ, то в системе не стояли драйвера на мой Wi-Fi адаптер. Тогда я дорисовал эту проблему как приколы VirtualBox, и ботом для выхода в интернет используется виртуальный Ethernet кабель, а беспроводной сетью там отродясь и не пахло. Однако, во второй раз, который вы сейчас наблюдаете на своем экране, эти драйвера чудесным образом были уже установлены в системе. Хм, бывает и такое. Итак, система установлена. Перед тем, как отправить ее в свободное плавание, нужно взять в руки бубен и немного потанцевать. А если серьезно, скачиваем скрипт для загрузки с виртуального диска или живодиск, распаковываем его и запускаем от лица RU. После того, как скрипт успешно выполнил его предназначение, удаляем его. На самом деле нет, никто его удалять не будет, потому что потом он вам может еще пригодиться. Как уже было сказано ранее, подводный камень. Осталось дело за малым. Если вы позволите... Вот. Вот это по-нашему. Так вот, ранее я говорил о каких-то подводных камнях, связанных с вентой и работой систем. Так вот, подводный камень имеется только в Linux-системах. Так уж вышло, что при обновлении системы может обновиться и само ядро. А это чревато перезаписью файла конфигурации загрузчика. А это файл init.ram.fs, если что. Это значит, что вентой просто не поймет, как загружать систему. Для этого вам надо будет запустить систему из-под VirtualBox и снова выполнить данный скрипт. Бывают, кстати, и исключения из правил. Например, у моего товарища во время тестов на Arch Linux автоматически собрался модуль вентой, что как бы намекает, что при следующем запуске уже на новой версии ядра не надо будет снова выполнять данный скрипт. А, и еще. В случае с Linux виртуальный жесткий диск обязан быть фиксированный, а для Windows может быть как динамический, так и фиксированный. Самое время перейти к самому действию, которому в целом и посвящено данное видео. А именно, можно ли запустить, работать и в целом, есть ли жизнь на ОС, запущенной из флешки. И первым в воду погружается Windows 10. И перед тем, как полностью погрузиться, на флешку нужно поставить сам вентой. А раньше ты этого не мог сделать, дурында? Ну, мог. Ну я ж не шаман. Окей, вентой поставили. Осталось только кинуть нужный плагин и, о боже, спасибо дяде сценаристу! То есть мне, что предусмотрел это и уже предоставил готовые для копирования на флешку плагин. Для этого достаточно кинуть файл вентой.vhdboot.emg в папку вентой на одноименном диске. Как-то много слов вентой вы не заметили? Нет? Ну и я тоже. Ну вот, теперь-то точно. Все готово. Настал момент, когда мы трагично выключаем наш компьютер и перезагружаемся. Я уже сказал, что в качестве подопытного компьютера выступает мой классный, модный, стильный, современный, удивительный и сенсационный Lenovo Legion 5i. И так уж вышло, что здесь, чтобы попасть в бут-меню, понадобится булавка для открытия лотка сим-карт в смартфонах. Ну или же просто иголка, тут уже кто как любит. Перед нами меню вентой. Довольно простое с первого взгляда. На главном экране показаны все запускаемые образы, которые находятся прямиком на данной флешке. У меня, к сожалению, здесь пусто и на этом можно было бы уже заканчивать видео, если бы не возможность вентой запускать образы прямо у вас дома. В смысле, прямо с локального диска. И как уже можно догадаться, это мы сейчас и сделаем. При нажатии F2 откроется список установленных на компьютере дисков и их разделов. Лично меня интересует мой второй раздел, который имеет название Files. Он успешно открывается, и я, быстро передвигаясь по знакомым окрестностям, то есть папкам, нахожу ту, в которой находится диск с установленной на нём десяткой. И после нажатия Enter, что мы видим? Система запускается, как будто бы она стояла на самом диске в компьютере. Даже в поводнике она отображает запущенный диск, как диск C, и даже видит остальные локальные диски. Перед нами рабочий Windows 10, запущенный прямиком из-под виртуального жесткого диска, который был запущен из-под флешки благодаря вентой. Это успех, дамы и господа! Ура! Как видно по обоим, всё на своих местах. А теперь давайте внесём пару правок в текстовый документ, который мы создали ещё в виртуальной машине. А после этого выполним перезагрузку и посмотрим, сохранится ли наш текст. И как мы можем заметить, наш текст после перезагрузки никуда не убежал. Но будет ли такой же результат на Линуксе? Это мы с вами сейчас и узнаем. До свидания, Windows! Здравствуй! Очередная больная попытка зайти в бут-меню. Кто это придумал?! Чтобы не тянуть резину, перейдём сразу же к тому моменту, как я буду запускать виртуальный жесткий диск с Федорой. И вот чудо, она запустилась! Всё же наши труды и были не зря потрачены. Как видите, система безо всякого труда загрузилась на рабочий стол. По обоим сразу можно сказать, чувство дизайна у бабули, конечно, отличное. Но суть не в этом. Давайте, как и Windows, внесём правки в ранее созданный нами текстовый документ, а затем перезагрузимся. После перезагрузки мы видим, что да, в текстовом документе есть то, что мы добавляли. Получается, системы в таком режиме загрузки всё равно поддерживают чтение и запись, что не может не радовать. Что можно сказать в итоге? Прежде всего, на заданные мной ранние вопросы можно спокойно ответить. Да, да и да. Но откуда появился ответ на третий вопрос, это уже совсем другая история. Сказать честно, с первого взгляда вовсе не скажешь, что эти системы запущены из-под виртуального жесткого диска. Уж очень это смахивает на полноценно установленную систему. Да, я бы мог запихнуть эти две системы на мою флешку, если бы не одно «но». Флешка, которая сегодня брала участие в нашем эксперименте, только на 4 гигабайта. Но в целом, если взять флешку на 32 гигабайта или даже 64 гигабайта, то вы спокойно сможете носить всегда с собой свою систему и, как по мне, в некоторых случаях это очень удобно. А что думаете вы? Пишите свои мнения в комментарии. А на этом всё. Ставь лайк, если тебе понравилось это видео. Буду рад увидеть вашу активность. Также ты можешь подписаться на канал, чтобы помочь мне достичь 50 тысяч подписчиков. Все ссылки на социальные сети и название композиции будут указаны в описании. Спасибо за просмотр и до новых встреч!